МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом канале Евразия парламент онлайн. Я, Алибек Розабаев, здравствуйте. Какие новые законы были приняты? Как они изменят нашу жизнь? Мы просто и наглядно говорим о сложных вещах. Их важно знать казахстанцам. Вот что мы обсудим сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За весь период Акимы города Астаны неоднократно давали обещания жителям. Но слова своего не сдержали. В итоге у людей ненормального электричества, ни воды, а еще их дома могут снести в любой момент. Что предлагают депутаты? Доктор наук, который таксует, или который работает кочегаром, или еще где-то подрабатывает официантом, это ненормальное явление. Наука Казахстана в ожидании прорыва или по уши в проблемах. Обсудили, почему миллиарды, вложенные в сферу, не дали результата. Риелторы заставляют платить миллионы за услуги, которые не предоставляли. На неделе депутаты по следам расследования наших журналистов обратились к правительству. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте себе, что вы живете в доме, где часто перебои с электричеством и нет воды. И в такой ситуации оказались жители разных регионов. В итоге люди живут без нормальных благ цивилизаций, а их дома могут снести в любой момент. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже 20 лет обладатели домов в жилом массиве Эндерес не могут получить документы на собственность, вследствие чего у людей нет ни нормального электричества, ни воды. Есть только колонка. У нас вот эти столбы, например, очень страшно. Свет у нас тусклый. Когда какое-нибудь замыкание, света не бывает, мы вызываем, они говорят, вы за свой счет делайте, потому что у вас нет документов. Но проблема в другом. Эти люди приобрели участки у женщины, которая заявляла, что тесно связана с тогдашними сотрудниками Акимата. Документы пообещала сделать, но не сделала. А стройка уже вовсю шла. Сейчас в Эндерес примерно 400 домов, в которых живут около полутора тысяч человек. Мне сказали, что это законно. Сказали, давайте 3 миллиона, и мы законно выдадим эти земли. Тогда же эти деньги считались большими, но я заплатила и построила дом. На проблему обратил внимание депутат Нурлана Уизбаев. Маклистен призвал не доводить ситуацию до точки кипения. Во всей нашей стране в каждом населенном пункте имеются поселки, микрорайоны, жилые массивы, которые были построены с юридической точки зрения самовольно, но с устного разрешения местных исполнительных органов. За весь период Акимы города Астаны, начиная с Умерзака Шукеева, неоднократно давали обещания жителям жилого массива Уендереса о том, что их дома будут узаконены в соответствии с законодательством страны и официально подключат к электричеству и водоснабжению. В аналогичной ситуации оказались и жители поселка Кирпичный, что тоже в Астане. Мы обратились за комментарием в Акимат. Там пояснили, что люди самовольно захватили земли. В соответствии с земельным кодексом, использование земельного участка без официального определения его границ и выдачи соответствующих документов запрещено. Подчеркнем, что процесс легализации недвижимости возможен лишь в случае, если земельный участок принадлежит гражданину на законных основаниях. Однако в данном случае такая возможность ограничена из-за несоответствия действий жителей законом и требованием. Из официального ответа Акимата города Астаны. Позже мы показали этот комментарий депутату Ауизбаеву. Он сделал весьма неутешительные выводы. Там тоже есть коррупционные риски. Где-то кто-то участвовал в этих делах со стороны местных исполнительных органов. Я прекрасно знаю. Мне говорили, что приходили люди и сказали, вот здесь вот можете строиться. Я сам отвечу. Даже когда вот это самовольно строятся дома, это же все видели же. Видели же и местные власти. Они позволили, они способствовали, чтобы они нарушали. Нурлан Ауизбаев предложил провести мониторинг земельных участков по всему Казахстану, на которых живут граждане без документов. А после провести одноразовую легализацию домов и строений. Нередко разработки наших журналистов, их расследования, выявленные проблемы становятся поводом для депутатских запросов. Эта неделя не стала исключением. Репортаж о деятельности риелторов стал причиной для обращения к правительству. Над риелторами нужен государственный контроль. С таким предложением на пленарном заседании Можилиса выступил депутат Олжас Куспеков. В своем запросе он отметил, что кабальные условия для клиентов, некие эксклюзивные договоры, лишают права хозяев недвижимости распоряжаться своей собственностью с пометкой «На то время, пока договор находится в действии». Недавно в эфире Первого канала Евразия в программе «Аналитика» была поднята проблема, с которой сталкиваются казахстанцы, которые пытались продать или купить недвижимость через риелторов. В итоге остались должны риелторским компаниям за неоказанные или некачество оказанной услуги. Можилисмен имел в виду истории, когда казахстанцы, не прочитав договор, подписывались под условия, где в итоге всегда неправ и всегда должен клиент. Часто даже после расторжения договора люди продавали или покупали недвижимость самостоятельно, не зная о прописанном условии в периоде пролонгации. Как итог, после отказа выплачивать гонорар риелтору, по факту за неоказанные услуги казахстанцы получали досудебную претензию. Еще один пункт договора не в пользу клиентов – арбитражная оговорка. Это значит, что все конфликты будут решаться в арбитражном, то есть частном суде. Но в отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, как один, все в пользу риелторских компаний. По словам Куспекова, арбитражи и суды тоже никто не контролирует. Мало того, решение этих независимых частных судей сложно обжаловать. Да и жаловаться что на арбитраж, что на риелторов тоже некуда. Мажорисмен предложил не только установить над ними госконтроль. Необходимо ужесточить требования к арбитрам в части опыта и образования, чтобы правосудие вершил квалифицированный специалист. Что же касается риелторов, их деятельность нужно лицензировать, обязать их проходить обучение и сдавать экзамены. И что тоже важно, Куспеков предложил исключить понятие эксклюзивный договор и разработать один типовой для всех компаний, чтобы условия в нем не были кабальными. Книжный фонд страны уже превысил 328 миллионов экземпляров. Однако с каждым годом, к сожалению, читающих казахстанцев становится все меньше. Согласно разным исследованиям, проводить время с книгой предпочитает в основном старшее поколение. К примеру, в Канаде и Франции в год читают 17 книг. И это в 3-4 раза больше, чем в нашей стране. Читать или не читать – для многих это риторический вопрос. Потому как отговорки придумывать легче, чем найти свободное время для книги. И это несмотря на то, что пользы от бумажного друга хоть отбавляй. Это словарный запас, ненавязчивое повторение правил пунктуации, развитие фантазии. Участники столичного книжного клуба проживают гамму эмоций, пока читают очередное произведение. В этом месяце это был известный роман Арчибальда Кронина «Замок Броуди». У нас есть книга или две книги и определенный дедлайн. Вот тебе нужно прочитать за месяц. И это тоже как-то монтирует. Поэтому мы в группе отписываемся, кто что прочел, как прочел. И люди, смотря на других людей, которые читают, тоже стремятся. Ну, какой-то такой соревновательный, возможно, тоже. Первый книжный клуб Виолетта организовала еще в Алматы. После переезда в столицу также начала искать единомышленников. Теперь и в новом клубе много постоянных участников. Люди идут за духовным развитием сами и ведут за собой друзей и родных. А чтобы чтение вошло в привычку, советуют начинать с малого. Метод помидора – выделять время по 15-20 минут, читать и выбрать интересную для себя книгу, интересную тему для себя. У всех вкусы разные. Кому-то фантастика, кому-то классика нравится, кому-то классика покажется скучной. Когда ты читаешь книги, ты как будто проживаешь несколько жизней, ощущений. Когда ты входишь, прямо находишься там, ты все чувствуешь, как они. И лучше узнаешь людей. Через книги можно узнать людей. Благодаря им можно воспитать хорошего человека, специалиста, считает спикер Сената Маулина Шимбаев. На одном из пленарных заседаний он привел результаты международного исследования в сфере образования. Падает читательская грамотность среди школьников. И более того, наши школьники отстают от своих сверстников в странах ОСР на три года. Ну, вроде бы безобидная категория, да, читательская грамотность, но это же показывает системные проблемы. Показывает проблему того, что сегодня дети больше вовлечены в социальные сети. В интернет идут за развлечением. Незатейливые ролики, небольшие посты – все это формирует короткую память и клиповое мышление. Профессиональному филологу достаточно немного поговорить с ребенком, чтобы понять, читают в семье ученика или нет. Очень много используют слова «паразиты», практически засоряется язык, как казахский язык, так и русский язык. То есть дети не настолько богаты словарным запасом, как от нас требовали, например, в свое время. У них, можно так сказать, короткая память, очень много забывают, забывают вообще слова. В основном могут использовать такие модные слова, иностранную, краш, окей и так далее. Школьники читают меньше серьезную литературу, художественную литературу прежде всего. И в результате этого они теряют очень важный навык для дальнейшей жизни. Без читательских способностей, наверное, очень сложно дальше формировать хорошего специалиста, хорошего профессионала. В Министерстве просвещения, конечно, пытаются исправить ситуацию. На днях объявили республиканский челлендж. Ученики из разных школ начали выходить в прямой эфир и рассказывать о понравившейся книге. Но пока самым эффективным методом остается пример взрослых. По словам Али, его папа дружит с книгами. Сам он тоже к ним неравнодушен. Как часто я читаю книги? Практически каждый день перед сном. Честно-честно? Конечно, честно. Какие книги сейчас у тебя? Сейчас книга у меня в приоритете – это Федора Достоевского «Преступление и наказание». А раньше я читал «Гоголя», «Шинель» и «Девушка с татуировкой драконов». Мне очень нравится «Гоголь». Его произведение «Шинель» очень описывает хорошо образ маленького человека, который явно показывается больше в обществе. Больше всего поддерживает дочь. Она тоже. Я потихоньку ей привила любовь к книгам. Свои примеры. Рассказывала. Да, ну, примером, да, ну, знаете, как больше, наверное, рассказывала. Я больше ей рассказывала, рассказывала, что вот я такую книжку прочитала. И она вот видела вот это все воодушевление, как я ей рассказываю, и начала сама интересоваться. Потихоньку, потихоньку, и вот затянула ее это. Депутаты понимают, что быстрого результата не будет, поэтому предлагают взрослым подавать детям пример. Считают, что нужна специальная программа по повышению читательской грамотности. И даже если сотовый останется в руке ребенка, то пусть в другой будет книга. Сегодня чаще обычного можно было услышать слова «Рахмета» и «Спасибо». Согласитесь, в начале весны это по-особенному греет. У вас еще есть возможность выразить признательность своим родным, близким, друзьям, коллегам, знакомым? Ведь сегодня в стране день благодарности. Ну а мы, в свою очередь, говорим спасибо вам, зрителям Первого канала «Евразия». За все тебя благодарю. Теплые слова в этот день говорят и депутаты Сената. Евгений Больгерт, председатель попечительского совета казахстанского объединения немцев «Возрождение», уже год представляет в Верхней Палате Ассамблею народа. Алус Айтубене, он предполагает, что благодарность заслуживают прежде всего люди, которые своим ежедневным трудом, простые люди, вносят вклад в развитие нашей страны. Я благодарю свою маму за многое, что она сделала для моего становления, в принципе. Я благодарю свою семью, потому что без их поддержки, без поддержки моей супруги, моих детей, у меня тоже мало бы что получилось. А депутат Жанбулат Жургенбаев напомнил, что казахстанцы сами по себе благодарный народ. Менталитет у нас такой. Слава Аллаху, мы пришли на этот свет. Мы должны быть благодарными родителям, стране, обществу. У нас и традиции такие, например, дать бота на пусты благословения. Мне так родители приучили. То есть нужно быть благодарным в этой жизни, дню, людям, близким, родным. Я могу сказать о том, что это и врачи, это педагоги, это наши спасатели, которые вот буквально каждый день принимают участие в тушении пожаров, в спасении людей. Это спортсмены, которые завоевывают для нашей страны награды, которыми гордится вся наша страна. Новые запросы и ответы, законы и поправки. Все это уже на следующей неделе в проекте «Парламент онлайн». Спасибо, что провели время с нами. Берегите себя и страну.